И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами как всегда я, Александр и Булатичек. Прогулимся мы сегодня по лесу. Прекрасная погода, великолепное настроение. Как всегда, красота ляпота. Вы же заварите чай, кофеек, кто что любит. Может, то, что покрепче. Берите вкусняху. В общем, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем сегодняшнюю прогулочку. А сегодня на дворе у нас прекрасная пятница-разратница, конец рабочей недели, красота ляпота. Для тех, кто суеверный, сегодня у нас еще и пятница 13-го. Да, пятница 13-го. Такая сказка американская про пятницу 13-го. Даже кто помнит, кто уже постарше немножко, кто помнит, такой фильм был раньше. Да, про Фредди Крюгера пятница 13-го назывался фильм ужасов. Такой древний, старый. Еще он шел на видеомагнитофонах таких, с видеокассетами. Молодое поколение, конечно, такого не припомнит. Он, Булатичек, что-то там унюхал. Ему там копаться нравится. Вот такой вот мальчик-красавчик. Да, он там ямку копает. Копает ямку наш красавчик такой. Мы уже с ним побаловались, все поигрались. И он теперь в прекрасном настроении копает ямку. накопался ямки. И теперь, вон, песочек раскопал. Будем прогуливаться. На дворе, напоминаю, у нас пятница 13-е октября 23-го года. Великолепная погода. Сегодня у нас тепло. Вчера было тепленько днем до 20 градусов. Вот так, вот так, вот так. Вот так горцует наш. Вот такой горцующий пони. Молодец, молодец. Вот так, вот так, вот так. Молодец. Бегает, бегает, балуется, дурачится. В хорошем настроении, великолепном. Да, за такое лайкосик и подписочка сразу же. Да, сразу же лайкосик, подписочка под видосик. Ну, это такое заслуживает. У Булатика, видите, хорошее настроение. Да, вот такое настроение великолепное у Булатика. Поэтому подписываемся на канал, чтобы вам передавалось наше настроение. Все наши подписчики всегда веселые, счастливые, да, смотрят наш каналчик. В хорошем настроении, времяпрепровождение. Наслаждаются природой, погодой. Вот, вчера, как я сказал, у нас было до 20 градусов тепла. Но под утро прошел небольшой дождик. Вот, промочила, немножко взбрызгнула. Потихоньку движется осень. Вот, сегодня обещают тоже вроде до 20, но сегодня с утра уже 15. 15 подбиралось, ну, мы выходили еще 15, и как бы сильно сказать что-то не было, но подбиралось. Подбиралось температуру как 15 градусов. Так что, вот такая вот красота, ляпота. Да, прогуливаемся мы сегодня великолепно. Также сегодня такие у нас праздники, да, напоминаем про сегодняшние праздники. Что сегодня пятница у нас, 13 октября. Поэтому последний рабочий день, крайний день, да, недели. Кому как больше нравится рабочий, может у кого-то еще не сильно крайний, но тем не менее, все равно, в любом случае, рабочая неделя приближается к концу. Ну, и сегодня такой праздник, как Всемирный день яйца. Да, не забываем, такой продукт, который любят многие. Всемирный день яйца. Также сегодня Всемирный день бюстгальтера. Ну, это праздник такой, он в напоминании о том, что о раке груди такой не сильно. Он веселый праздник, но тем не менее, да, у женщин есть такая проблема, болезнь. Ну, и вообще у всех болезней рак есть, но рак груди у женщин, поэтому такой вот учредили праздник. Также сегодня Международный день уменьшения опасности бедствий. Вон там была, типа, опять что-то нашел. Да, уменьшение опасности бедствий. Так что, к этому относятся, да, гражданская оборона. Когда учатся люди, да, готовят людей к всяким стихийным бедствиям разным, чтобы они знали, что делать, где можно укрыться. Ну, у нас в Украине и без стихийных бедствий хватает, счастья, радости, так что. Вот, ну, не будем. О грустном у нас канал позитивный, у нас все великолепно, здорово и чудесно. Ну, и также сегодня такой праздник, как Михаил Соломенный. Так что всех Михаилов мы поздравляем с именинами. Да, сегодня день Михаила, Михаил Соломенный. Такой прекрасный праздник. Всех владельцев данного великолепного имени мы тоже поздравляем. Моего брата зовут, младшенького Мишка, Михаил. Он вот так вот. Навстречу там нам идут люди какие-то. Куда идут люди. Поэтому надо будет Булатика взять на поводочек сейчас. Булат, стой! Жди! На поводочек надо будет Булатика взять. Чтобы его не погрызло. Никто не погрыз. Мы там, я же говорю, впереди шли люди. Или они уже повернули куда-то. Наверное, быстрее всего, что повернули. Вот. Решили какой-то другой тропиночкой пойти. Но мы в прекрасном расположении, духе и настроении. Идем, гуляем, наслаждаемся. Дышим свежим воздухом, наслаждаемся пятницей. Хорошим настроением, времяпрепровождением. Где-то люди, да, свернули с дорожки. Пошли куда-то в обход. Ну, а завтра 14 октября у нас будет. Булатику нашему маленькому собачке будет 2 годика и 1 месяц. Да, нам 2 годика завтра и 1 месяц. Так что, зрители, поддерживаем нас подписочками, лайкосиками. Потому как у нас на канале уже мы подбираемся к 750 подписчикам. Ничего себе, какие вы у нас молодцы, ответственные. Потихонечку прожимаете лайкосики. Подписывайтесь на канал. Конечно, все равно 90% зрителей смотрит нас без подписочки. Что не может не расстраивать. Но, тем не менее, учитывая наш оптимизм, хорошее настроение, прекрасное расположение духа. Да, мы не сильно расстраиваемся. Но, конечно, хотелось бы побольше подписчиков, чтобы нас поддерживали подписочками. Так что, не стесняемся. Помогаем нашему канальчику. Если вам нравится данный контент, данные видосики, формат, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. У кого какие есть предложения, мы готовы выслушать, ответить на все ваши вопросы. Так что, не стесняйтесь, а подписывайтесь. Ну, а 14 октября завтра такой начинается большой православный праздник. Как покров Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. С чем мы всех верующих поздравляем. Всех Марии поздравляем с именинами. Чтобы вы нам цвели и пахли, были нам красивы. Да. Молоды, веселы и счастливы. У меня есть тоже знакомые Марины. Всех вас поздравляю. Будем завтра с именинами. Ну, а так что, всего вам самого наилучшего, прекрасного вам времяпрепровождения. Также завтра Всемирный День Стандартов. Такой праздник. Также завтра такой праздник интересный, как Всемирный День за будущее без кариеса. Но мы против кариеса, особенно с булатиком. Кариес нам не нужен, да. Пусть на Блох и Комаров кариес нападет, а нам он не нужен. Мы против кариеса с булатиком. Вот так вот. Наслаждаемся прогулочкой такой прекрасной. Видите, светит солнышко, тепленько. Я даже немного тепло оделся, иду жарковасто. Также завтра такой Международный День Пинатежа. И также Международный День Прокулапса. Прокулапас. Не, подождите. Прокула... Да, Прокулапса. Это такие сорта винограда и вина, соответственно. Да, введены праздники для их популяризации. Так что, кто уважает, так сказать, данный продукт, употребляет. Завтра вот такой вот праздник будет. Так что, есть повод отметить. Также завтра Международный День Африканских Пингвинов. Да, в Африке тоже есть пингвины. Я об этом, кстати, знал. Кто не знал, тот будет знать. Потому что завтра Международный День Пингвинов. Также Всемирный День Сквоша. Сквоша это такая игра, похожая на большой теннис. Также завтра Всемирный День Мигрирующих Птиц. Я так думаю, что, наверное, во всех регионах присутствуют мигрирующие птички. Можете написать в комментариях, какие птицы у вас. Мигрирующие, пролетные, перелетные. Их еще называют перелетными птицами. Можете написать, какие у вас живут птички в вашей местности. У нас вот так вот же прогулочка продолжается. Ну и такой народный праздник. Покров День. Или Покрова в День. Кому как больше нравится. Это в честь Покровы. Говорят еще по народным поверьям, что раньше... Вон там машинка выезжает. На машинке, оказывается, люди были, то они пошли в машинку. По народным поверьям, раньше снег покрывал землю в это время. Да, первый снег покрывал землю, поэтому и называют Покровой праздник. Ну, это так, как одна из версий и вариантов. А мы же зашли в такой великолепный вот лесочек. Такое место прекрасное, с травкой, с лиственными деревьями. Поэтому, я думаю, есть смысл отойти немного в сторону с тропинки, пройтись оттуда вот, глянуть, просмотреть. Грибочки может есть. Ну, хотя дождик только что прошел. Блатюня! Он бежит, бежит мой маленький. Я тут, я тут. Вот такой, вот такой, вот такой мальчик прибежал, прибежал к папе. Да, папа хочет глянуть тут отойти, грибочков глянуть. Повещи грибочки. Есть тут грибочки или нет? Кстати, мы пока шли, уже я собрал пару грибочков, зонтиков, кто знает такие грибочки. Зонтики, да, нашел пару-тройку зонтиков, мы сорвали. В зонтиках можно брать только шляпку. Ножку в грибочках не берут. Если кому интересно, пишите, я покажу данные грибочки. Просто сейчас, к сожалению, мне неудобно вам показать будут грибочки, потому как они лежат в кулечке уже, и доставать их оттуда не сильно сподручно, так сказать. У нас прошлись мы немножко по такой дорожке, ничего я здесь не увидел интересного, но, видите, нету тут грибочков, как таковых. Пойдем мы в обратную сторону, вернемся на ту дорогу, по которой мы шли, потому что я хочу пройтись и посмотреть маслят. И вам потом доложу, если найду маслят, обязательно вам сниму видосик про то, как мы маслята собираем, да. Ну, а пока будем вам дарить, я же говорю, прогулочку прекрасную, позитивное настроение, хорошее впечатление, вон там же, скриготала какая-то, да, птичка какая-то. Булатик сразу же обратил внимание, глянул, что там за птичка такая, да, кто нам там песни поет, кто нам песенки поет. Вон тут тоже такое место чудесное, видите, травка растет, хочу глянуть, может здесь припрятался какой-то грибочек, получил, об он бегает, что-то ищет, тут он, березки такие, осинки, березки, грибочек, а грибочек я не вижу пока, не видать грибочков, булатик где-то есть, самый красивый, позитивный собака на свете, наш булатик, да, собака на миллион, таких надо еще поискать, мы более 80 сантиметров в холке, вес точно сказать не могу, рост тоже, потому как я не сильно ориентируюсь, как его мерить, но вот получается, минимальный рост, который я намерять умудрялся, это 82-83, ну а максимальный 86, вот, в булатика, да, вот такие вот у нас размеры в холке, у булатика, ой, красота какая в лесу, даже птички потихоньку начинают, где-нибудь где какая, чирикает, великолепно, знаете, такое тепло, и такое вот, как вам передать бы тогда, вот ощущение, светится, поднялось солнышко, у нас такая теплая погода, с утра прошел дождик, и знаете, вот это тот испарение, такое, влажность, сырость, влажность, вот знаете, в лесу теплая такая влажность, вот как похоже на баню какую-то, можно было бы характеризовать, ну конечно в бане, пожарче будет, потеплее, там душно, а тут именно такая, такое приятнейшее тепло, да, приятнейшее тепло, такое, великолепное, осень нам дарит, такие золотые денечки, мы не, да, не устаём с булатом, радоваться таким прекрасным осенним дням, осень, я говорю, нам дарит, просто, неможливые впечатления, такой позитив, красота, он в лесу, тишина, влажность, сырость, вот эта, грибочков, правда, жалко нету, сухо было, не было у нас дождиков, кто не знает, напоминаем, мы живем под Киевом, город Бровары, есть такой, но, даже у нас тут с погодой, грибочками не ахти, у кого, какая обстановка с грибочками, можете написать, мы будем вам благодарны, если вы нам расскажете, как у вас там, в вашем регионе с грибочками, есть ли грибочки, если есть, то какие, собирали, может вы, может родственники, знакомые, близкие, обязательно нам отпишитесь, а мы будем с Балатиком, просто счастливы узнать, обстановку по грибочкам, потому что я знаю, Черниговская область, у нас славится грибами, такой грибной край, Житомирская область, тоже такое грибное, место там, больше я так, затрудняюсь сказать по Украине, где еще есть грибы, ну, с другой стороны, если так подсобраться с мыслями, то понятное дело, никто не забывает, про такой регион Украины, как Карпаты, горы, да, я имею ввиду горы Карпаты, там много областей входит, скажем так, есть там и при Карпате, и за Карпате, и сами Карпаты, то есть, разные области, находящиеся на данной территории, ну, вот так вот, у нас, я же говорю, очень красивая страна такая, прекрасная, у нас есть все, да, великолепная земля, плодородная, красивейшие горы, озера, реки, ну, и в придачу к этому, знаете, тоже, во всем винить правительство, сложно, правительство это, тоже, как лицо народа, да, казачьи у нас народ плохой, я бы тоже не сказал, но, что-то у нас идет не так, но не будем о плохом, мы с Булатиком всегда на позитивчике, поэтому будем наслаждаться прогулочкой, вон тут какой-то кустик растет, на нем он такая вот, ягодка есть, что это за ягодка, я не знаю, и что за кустик тоже, вон еще там барочку растет, видите, ягодок там, да, вон тут засох уже кустик с ягодками, что это за ягодки, я затрудняюсь сказать, если кто-то знает, можете написать, просветите нас с Булатиком, да, учитывая наше образование, как говорят, сделая скидку на образование три-класса церковно-приходской школы, а мы же вот так вот прогуливаемся, наслаждаемся погодой и природой, разговоры, разговариваем с нашими зрителями и подписчиками, пытаемся передать им всю красоту как сказать, ауру, да, окружающей нас обстановки, вот только что проходил место, где стояла машина, вы представляете, в лесу настолько тихо, безветренно и вообще спокойно, что даже, видите, на деревьях даже ничего, и листочек не шелохнется, вот стояла машина, остался запах от машины в лесу, и учитывая, что лес имеет свой запах, знаете, вот контраст сразу ощутимый такой, что другой запах присутствует в лесу, кстати, вчера мы сняли большое видео на полчаса, спасибо нашим дорогим зрителям, просмотрели, я так понял, понравилось, много людей посмотрели данные видео, за что мы вам очень благодарны, поэтому я так понял, что такой формат видео вам нравится, я решил пока поснимать видео подлиннее, так как вам нравится смотреть, будем снимать, да, длинные, подлиннее видео, чтобы вы могли насладиться более прогулками такими, вот, потому что раньше я как-то что-то, стереотип у меня был такой, ну, все приходит с опытом, был стереотип, что надо видео снимать минут по 10, плюс-минус, для того, чтобы не надоедало зрителям, оказывается, я абсолютно не прав, зрителям нравятся прогулочки, нравится слушать мою болтовню, наблюдать за прекрасной собачкой булатиком, смотреть за природой погодой, поэтому мы решили вот, снимать видосики такие, вчера, к сожалению, видео мы снять не смогли, потому как в лес мы не ходили, не получилось у нас выйти с булатиком в лес, а в городе снимать не могли, потому что дул сильный ветер, ну погода была такое себе, и поэтому мы как бы вчера не выложили видосик, к сожалению, ну там, ой так балованный булатик, валяется он в песке, в песке валяется, балуется чудо-собака, так же, вот так, вот такой, вот такой бежит, я сейчас дам, жди, гуляться он хочет, ох и морда балованная, да, балованная такая, морда ты противная, вот такой, вот такой балованный, гуляй, гуляй иди, баловаться будем потом, папа поснимает видео для зрителей, да, поснимаем видео, потом будем баловаться, вот так, баловаться хочет, хочет баловаться, ох, сейчас догоню тебя, ох догоню, ох и догоню, давай, молодец, да, вот так бегать можно, да, бегать и гарцевать можно, Можно бегать и грацевать, и поиграем собаку. Вот, да, зовет гуляться, гуляться зовет, зовет играться, говорит, папа, поиграй со мной, да, поиграй со мной. Вот такой наш красавец, мальчик такой, мальчик такой красавчик. Хочет баловаться с папой, играться. Хочет играться, давай, поснимаем видео сначала, а потом будем играться. Я же с тобой уже игрался, папа же игрался с Булатиком, да, игрался с Булатиком, папа. Игрался, да, теперь Булатик пусть поиграется, сам походит. А папа поснимает его, ну и такой, мальчик. Все, лягли, лягли, будем спать. Устал, наигрался. Ой, бабушка, как маленький ребенок прям. Вот такой, вот такой валяк. Вот так валяется. Вот такой, вот такой бегут. Вот такой горцующий пони. Такой горцующий пони. Вот так балуется. Там впереди машинка проехала, опять встала. Не знаю, они грибы там собирают или... Еще, может, что собирают. Да, вот такой балщик. Вот такой балованный мальчик такой. Вот такой мальчик-бальчик. Играющий такой. Играется наш малыш, такой прекрасный, чудесный балщик. Я специально замолчал. Думаю, может, вам слышно, как поют осенние птички. Да, такие одни из последних осенних песен. Скоро ударят холода, и птички петь перестанут. Поэтому мы нашим дорогим зрителям, чтобы они успели насладиться. Вот так что-то зачухалось. Ушко, ушко зачесалось у нашего малышика. Малыша такого красавчика. Тут папа еще и может и нахитнуться. Вот такой бегун. Вот такой мальчик-бегунчик. Такой и грусть. Там машинка разворачивается потихоньку. Я так понял. Или что, никуда они едут. Непонятно что-то. Ну, в общем, да, поехала дальше машинка. Но мы тоже будем идти дальше прогуливаться с Булатиком. Дарить вам позитивчик, эмоции позитивные. Великолепное наслаждение осенним лесом. Потому что скоро уже потихоньку похолодает. Лес будет меняться. Пока потихонечку не придет к нам зима. Но до зимы мы еще доживем. А вы же поддержите наш канал подписочкой. Лайкосиком под видосиком. Да, обязательно подписывайтесь на канал. Нам осталось 7 подписчиков до 750. Или 8. Не знаю точно. По-моему 7. Поэтому не стесняемся. Поддерживаем нас с Булатиком. Да, мы популярные. Суперстар. Звезда у нас такая Булатик. Да, Суперстар. Булатик Суперстар. Мы доходим, я так понимаю, уже до такого места, как газопровод. То есть уже вот-вот скоро дойдем до грибного места. Там будут грибочки расти. Не знаю, вернее, будут они расти или нет. Потому что я что-то такой рассказыватель, что там грибочки будут расти. Да, дошли мы до газопровода. Неизвестно насчет грибочков. Будут там грибочки расти или нет. Но мы их поищем обязательно. Потому как по имеющейся у нас информации, да, нам рассказывали, что есть такие грибочки, как маслята, кто знает. Кстати, не стесняйтесь, отписывайтесь, а кто какие грибы собирает. У кого какие грибы растут, растут ли вообще грибы. Какие грибы растут. То, что собирает, признавайтесь. Не стесняйтесь. Мы с Булатиком тоже дошли до газопровода. Сейчас повернем налево. Вон там Булатик ходит. Повернем налево. Там молодые. Деревца растут, сосонки на песчаном грунте. Там должны быть маслята. Посмотрим маслят, есть ли маслята. Учитывая, что сейчас с грибами туго, я решил, даже маслята пойдут. В одном из своих видео я говорил, что я маслят брать не люблю. Но я думаю, я так же там говорил, что если нет других грибов, то я беру маслят. Но не в больших количествах. Что я и думаю сделать. Пойти посмотреть, если там маслята, заодно прогуляться с Булатиком. И если есть маслята, то... О, Боже, лежит. Лежит в песочке, валяется. Что он там вытворяет? В песке валяется, кувыркается. Балывается он, яму роет. Это не собака, а чудо-щадо балованное маленькое. Вот так там роем яму ответственно. Да, ям понакапывает. Чтоб машины тут не ездили. Чтоб не ездили машины. А так. А мы пройдем в молоденькие сосонки, поищем. Опят. Вот мы дошли до газопровода. Кто подписан на наш канал, зрители нашего канала знают. Они в курсе всех событий. Знают, что здесь газопровод у нас идет. Такое место. Вот такой пальчик. Ай, такой красавчик балованный мальчик, горцует. Посмотрим опять грибочков. Вот так, вот так, вот так. Вот так бежит, бежит, бежит. Молодец, молодец. Он помчал, помчал. Вот так, вот так. Вот туда погнал. Гоняет, как бешеная белка, этот булат. Вот так, вот так. Вот такой, молодец, молодец. Вот так. Вот так, молодец Ой, балуется Ай, разбегался В настроении прекрасном Ой, хороший мальчик такой А папа еще и хвалит Так вообще, да, красавец Молодец Вот, молодец Так, я сейчас побалуюсь Это ты уже занадто балуешься Вот так Вот так Я сейчас тык Да, сейчас тык дам Да, пока с папой не Вот такое у нас видео сегодня Получается прекрасное Сбалованный такой собачкой Таким красавчиком, мальчиком Нашим Какой-то такой Звук подозрительный Ладно, не важно Не будем мы обращать внимание на всякие звуки А вот тут вот, видите Растут маленькие такие небольшие Сосонки У нас высаженные Поэтому мы с булатиком и посмотрим на них Ну, заодно Поищем Грибочки тут Что наши маслята тут делают Интересно Если тут маслята Или нету Поищем Вот такие вот грибочки Вот такой мальчик Красавчик У нас гуляет булатик И папа гуляет Грибочки Ищет А булатик Балывается Чудо-чадо пушистое Вот такой тут мох Прекрасный Смотрите Какая красота Мох такой Сосонки маленькие Растут Великолепный Вид такой Грибочков Правда мы Опят пока не видим Ой, я говорю Опят маслят Пока мы не видим Но тем не менее Вон там булатик Что-то на дорожке стоит Но тем не менее Идем Смотрим Ищем Может что-то и найдется Нам Конечно Тут может быть Повыбирали Грибы уже Пособирали Грибники прошли Хотя Не факт Как говорят Ну и вообще Я склонен к тому Что каждому грибнику Свой гриб Поэтому Все-таки Будем надеяться Что Наш грибочек Нас ждет Да Нас ждет Наш маслячочек Грибочек Вот и булатик Сюда пришел Тут он видите С правой стороны Дубочки растут Здесь вот Молодые Сосонки Да На песчаном грунте Как раз то Что любят